Когда компания Porsche в 2009 году на автосалоне в Шанхае представила модель Panamera, удивились многие. Четырехдверный автомобиль премиум класса с кузовом лифтбэк и с передним расположением двигателя вызвал у любителей спорткаров смешанные чувства. У многих возникли вопросы, нормально ли это, что будет с имиджем марки, неужели в Porsche решили порвать с традициями и ценностями. Четыре года спустя Porsche выпускает на рынок второе поколение Panamera. Явный признак, что мужество дизайнеров и инженеров принесло свои результаты. Это новый Porsche Panamera. Класс Gran Turismo продавался лучше, чем ожидалось. В Porsche рассчитывали на цифру 20 тысяч в год, а вышло 30 тысяч. В итоге, начиная с 2009 года, по всему миру было продано более 100 тысяч автомобилей Panamera. Большинство из них, как ни удивительно, купили американцы и китайцы. Что изменилось в дизайне машины, мы покажем вам сегодня. Инженеры приложили руку не только к внешнему облику нового автомобиля. Кое-что изменилось и под капотом. Ключевые слова – уменьшение объема. Вместо V-образного восьмицилиндрового мотора, который устанавливали на предыдущую модель. Машина получила недавно разработанный шестицилиндровый агрегат. Потребление топлива снизилось на 18%. Новый трехлитровый битурбированный двигатель мощнее своего предшественника восьмицилиндрового агрегата на 20 лошадиных сил. Porsche предлагает 10 модификаций Panamera. Конечно же, интереснее всего два новых длиннобазных варианта. На задних сиденьях стало комфортней, появилось больше места для ног. Мы тестируем Panamera 4S Executive. Максимальная скорость – 286 км в час. До сотни Panamera разгоняется всего за 5 секунд. Благодаря новому двигателю средний расход топлива составляет 9 литров на 100 км пути. Длина нового автомобиля – 5 метров 17 сантиметров. Масса – 2 тонны. Главное отличие второго поколения от первого – слегка измененные бамперы, капот Power Dome, а также новая головная оптика и фонари. По размерам Panamera Executive вполне может сравниться с потенциальными конкурентами. Так, представительский спорткар на 10 сантиметров короче, чем удлиненная версия Audi A8 и на 5 сантиметров, чем обычная версия BMW 7 серии. У нового автомобиля колесная база выросла на 15 сантиметров, стали шире задние двери. Как следствие, пассажир чувствует себя намного удобнее, чем прежде. Если говорить о передней части, то кардинальных изменений мало. Фары стали круглее, воздухозаборники слева и справа стали немного больше. Ну и Power Dome в середине капота стал более заметным, выдающимся. Это относится и к боковым порогам. В задней части изменений больше, и это вызвало больше всего разговоров. Заднее стекло стало шире, и установлены новые фонари, а место под номерной знак перенесено вниз. Смотрится совсем неплохо. Вот так выглядит новая модификация автомобиля Panamera слева первого поколения. Чтобы открыть багажник, нужно просто нажать на кнопку, расположенную под стеклоочистителем. Размеры багажника 445 литров, при сложенных сидениях 1263 литра. Panamera Executive на 15 сантиметров длиннее базовой версии. Конечно, места для ног стало больше. Можно удобно устроиться на заднем сидении и приступить к работе. А тот, кто находится рядом, может одним движением руки без особых усилий отодвинуть переднее кресло. Panamera Executive можно рассматривать как машину с шофером. Там, как известно, все нацелено на то, чтобы пассажиру на заднем сидении было удобно. Но в данном случае и для водителя созданы все необходимые условия. Удобное кресло, все приборы под рукой, великолепная отделка. Приятная опция – система помощи при парковке. Сзади установлены два отдельных пассажирских кресла с электрическим приводом регулировки сидений. В Германии Panamera 4S Executive стоит более 132 тысяч евро. По сравнению с обычной 4S за удлиненную версию придется доплатить 25,5 тысяч евро. Модификация Porsche Gran Turismo дорогого стоит. Прямые конкуренты автомобиля Audi A8L и BMW 7 серии дешевле примерно на 50-60 тысяч евро.